Вся правда о Мустафе Шокай. Кто он на самом деле? Предатель или герой? Состоял ли Мустафа Шокай на службе у фашистов Вермахта? И где сейчас находится его могила? Здравствуйте, друзья! Я Майя Бегбаева. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Будем запускать «Маятник истории» вместе. Итак, сегодняшний выпуск «Маятника истории» посвящен человеку, отношение к которому на постсоветском пространстве по сей день остается, знаете, таким неоднозначным. Потому что до сегодняшнего дня находятся те, кто считает и открыто называет Мустафу Шокая предателем, гитлеровским прихвостнем. Хотя, безусловно, Мустафа Шокай – это борец за свободу, это борец за независимость, причем не только казахского, всех тюркских народов. Это один из немногих представителей казахской интеллигенции, который остался в живых после репрессий 30-х годов. Его действительно спасла эмиграция во Францию, которая потом вменялась как бы ему в вину. Но именно благодаря эмиграции Шокая весь мир узнал о Туркестане, узнал о его народе, мечтающем о свободе. Он как бы стал нашим рупором за рубежом, голосом великой степи, рассказывающим правду о репрессиях, о голодом море. И действительно, в мясорубке 30-х он избежал смерти, остался жив, но, знаете, заплатил за это самую высокую цену. Потому что человек, всем сердцем любящий свою родину, он был оторван от нее однажды и навсегда. В 2018 году я была во Франции. Посмотрите, хочу вам показать эти кадры. Вот здесь, на улице Ля Фонтен-Скуэр, в городке Ножан-Сюр-Марн, что в пригороде Парижа провел последние годы своей жизни Мустафа Шокай. Вот эти камни помнят его поступь, эти стены видели его взлеты, падения. Вот эти окна были свидетелями его жизни, полной борьбы, полной любви. Шокай не признавал полутонов, он был принципиален и верен своим убеждениям до последней минуты своей жизни. А как все начиналось? Все начиналось с того, что к политической работе талантливого молодого юриста привлек Алихан Бакихан. Потому что он сразу оценил его способности, оценил его знания языков. Он понимал, что в тяжелое время смены власти в царской России, в состав которой в те годы входил Казахстан, народу для защиты его прав, интересов. Нужны люди грамотные, нужны люди патриотичные. И вот именно таким человеком и был Мустафа Шокай, сын известного Бия Сардаринской волости. И как бы Мустафа Шокай при поддержке Алихана становится вторым представителем казахом в мусульманском бюро 4-й Государственной Думы. Он также выпускает свои статьи на страницах газеты «Казах». И вот когда грянула февральская революция, как я уже рассказывала, казахская интеллигенция ее поддержала. Потому что главное, что обещали большевики, это была справедливость. Сама программа партии большевиков, разработанная Лениным, включала в себя право нации на самоопределение. Кстати, почитайте его статьи на эту тему от 1914 года. И вот этой возможностью, безусловно, хотели воспользоваться лидеры движения Алаш. Не только они, потому что это был шанс для тюркских народов Средней Азии, для казахов, узбеков, кыргызов, таджиков объединиться в единый Туркестан. Самостоятельное государство с общей религией, историей, общей культурой, общим языком. И вот такую автономию, такое государство в конце 1917 года они создали в Коканди. Но что происходит дальше? Дальше 6 января 1918 года большевики не набирают голосов во Всероссийское учредительное собрание. И начинают повсеместный захват власти. Кровавый захват. Один из их первых лозунгов о праве нации на самоопределение, то, что они как раз таки обещали, это все остается лишь на бумаге. Тогда Сталин заявляет, он заявляет буквально следующее, что да, существует право нации на самоопределение. И мы уважаем все нации, но есть еще право, которое как бы стоит выше. Это право русского пролетариата на проведение в жизнь своей диктатуры. В феврале 1918 года специально прибывшие из Москвы войска начинают штурм Коканда, столицы автономии туркестанской, который возглавлял тогда Мустафа Шукай. Буквально за три дня древний город был полностью разрушен, разграблен. В ответ на этот акт жестокости большевики получили мощное очень национально-освободительное партизанское движение, названное басмачеством. И ликвидированное советской властью только в 30-е годы. Мустафе тогда действительно удалось спастись. Он уехал в Ташкент. И именно, кстати, в Ташкенте он встретит свою любовь. Мария Горина, оперная певица, красавица, образованнейшая женщина, станет Шухаю верной спутницей, станет соратницей, любящей женой. Всю свою жизнь она посвятит своему Мустафе. Это она сохранит все его архивы для потомков. Дальше что происходит? Разгром куканской автономии, туркестанской автономии подействовал на лошординцев как бы отрезвляюще. Они прекрасно поняли, что договориться с советской властью не удастся. И тогда соратники принимают судьбоносное для Шухая решение. Они решили разделить национально-освободительное движение как бы на две ветви. Внутреннюю и внешнюю. Из всех людей в Аллашорде на внешнюю работу больше всего подходил Шухай, потому что он знал языки. И этим была как бы в первую очередь обусловлена эмиграция Шухая во Францию. Там он должен был продолжать общее дело. Его задача привлекать внимание общественности к проблемам Туркестана. Он не терял связи с родиной. Он был осведомлен о всех событиях, которые происходили в Казахстане, в Туркестане. Он поддерживал связь с соратниками. И известно, что в 1925 году в Париже во время Всемирной выставки Экспо он встречался с Амрия Кашубаевым. Виделся с Кожемуханом, выезжавшим в Европу на соревнования. Кстати, впоследствии оба выдающихся казаха за это поплатили жизни. Амрия Кашубаев умер при загадочных обстоятельствах. Он был найден мертвым осенью 1934 года на одной из улиц Алматы. И причем до этого его неоднократно допрашивало НКВД. Это был общеизвестный факт. А Кожемухан был отлучен от всех соревнований. Он был объявлен неблагонадежным и тоже трагически умер. Если говорить о жизни Шокая за рубежом, то я думаю, достаточно сказать, что Европу в 30-е годы охватил период самого глубокого экономического кризиса. И эмигрантам тогда приходилось сложнее всего. И читая Шокай, жила очень трудно. Мустафа много работал в журналах, публиковался, выступал с лекциями. Мария, как я уже говорила, оперная певица с петербургским консерваторским образованием, она тоже старалась, чем могла мужу помочь. Она устраивала платные обеды на дому, давала частные уроки музыки. Вот так они и жили. В 1927 году, к десятилетию Октябрьской революции, советским правительством в СССР была приглашена делегация французских рабочих. Посетили французы и Туркестан. Казахстан они просто проехали, сделав одну 10-минутную буквально остановку на станции Казалорда. Почему? Потому что неприглядным после первого голодомора был степной край. Была беспросветная нужда кругом. Весной 1920 года началась первая волна голода. У людей отнимали скот, имущество и под конвоем направляли в так называемые точки оседания. И отобранный скот тут же приходилось забивать. На месте забивать, поскольку власть не учла, что невозможно прокормить собранные в одном месте огромные стада. К 1933 году, после второй волны конфискации в Казахстане, из 40 миллионов голов скота осталась примерно одна десятая часть. По различным оценкам, в 20-30-х годах в результате реформ, проводимых советской властью, от голода погибло до 3 миллионов человек. Казахи за 10-15 лет лишились около половины населения. И лишь к 1970 году восстановили свою численность на уровне 1926 года. Представляете себе? Поэтому французским коммунистам этого всего, конечно, не показали. Не показали, каким был Казахстан в те годы. Кругом рапортовали о победах, о достижениях, о рекордах. Именно вот о таком Советском Союзе рассказывали потом французы на родине. В своих хвалебных статьях они вернулись и рассказывали об этом. В ответ на это все Шокай, опираясь на цифры, на информацию из советской периодической печати, на информацию от своих соратников из Казахстана, пишет книгу «Туркестан под властью советов». Вот эта книга. Ну что сказать, она действительно произвела фурор среди парижской эмиграции. О Шокай, о его родине заговорили буквально все. Люди узнали, что на самом деле творилось за железным занавесом. А дальше? Дальше началась Вторая мировая война. Кстати говоря, о нападении Германии на Советский Союз Мустафа Шокай узнал в стенах Компьенского лагеря. Сюда 22 июня 1941 года после ареста были свезены все лидеры эмигрантских организаций. Нацисты изучили его дело, поняли, что это человек образованный, грамотный, имеющий хорошую репутацию в эмигрантских кругах, обладающий авторитетом на родине. А главное, он был оппонентом советской власти. И вот согласно планам гитлеровской Германии, после победы и после захвата территория современного Казахстана должна была войти в Гросс Туркестан. И Мустафе Шокаю нацисты отвели в этих планах значительную роль. Они перед Шокаем поставили задачу и сделали ему предложение создать Туркестанский легион из пленных советских тюрков, заключенных в концлагеря. Этот легион должен был сражаться на немецкой стороне. В первые годы войны преимущество было на стороне фашистов. Это все мы прекрасно знаем, поэтому пленных советских солдат было очень-очень много. Приходили целые эшелоны измученных, раненых людей, от которых мгновенно отказывалось советское командование, называя, объявляя всех тех, кто попал в плен, предателями. Мы тоже это прекрасно знаем. И вот Мустафа Шокай, как планировали нацисты, он должен был проводить с этими людьми идеологическую работу и как бы делать из них солдат вермахта. А теперь давайте поразмышляем, о чем мог думать Мустафа Шокай, находясь там, в Германии, вот в это время. Поставил как бы себя на его место. Представьте себе, да? 41-й год это уже время, когда случился в Советском Союзе голодомор после коллективизации. Умерло огромное количество людей, как я уже сказала. И все сподвижники, соратники Мустафы были замучены и убиты за стенках НКВД. Алихан, Ахмед, Миржакеб, все те, кем он восхищался, кому верил, те, кто составлял основу нации, как бы ее соль, были тоталитарные репрессии. То есть, по сути, большевики утопили родину Шокая в крови. И, находясь за рубежом, вне влияния идеологической советской системы, он четко понимал, что его родина находится во власти красного террора. Он был готов на все, чтобы ее от этого террора освободить. Но, как оказалось, фашистский террор был не менее страшным, чем красный террор. И у нацистов были еще более жесткие планы по угнетению, чем у большевиков. Мустафа, как только попал в эти концентрационные лагеря, он сразу это понял. Потому что в Германии советские пленные содержались в ужасающих условиях. Мустафа искал всевозможные способы, чтобы помочь своим землякам. Он спас огромное количество туркестанцев. То есть, не только казахов. Узбеков, кыргызов, тюрков, одним словом. И если в известном списке Шиндлера, по разным данным, было от 1100 до 1300 спасенных человек, то на счету у Шокая 180 тысяч. Представьте себе. 180 тысяч. Все они практически остались за рубежом. Потому что, если бы они вернулись на родину, то их сразу бы расстреляли. Как предателей. Как агентов. После посещения концлагерей осенью 1941 года, пораженный Мустафа писал так. Он писал, что Сталин и Гитлер оба злодеи. А вот что он написал в письме главе МИДа Третьего рейха группенфюреру Риббентропу. Он написал буквально следующее. Видя, как представители наций, воспитавшие таких гениев, как Гёте, Фейербах, Бах, Бетховен, Шопенгауэр, обращаются с военнопленными, я не могу принять предложение и возглавить Туркестанский легион. Я отказываюсь от сотрудничества. Все последствия моего решения я осознаю. Документы, официальные источники, также не подтверждают причастность Мустафы Шокая к образованию Туркестанского легиона. Потому что полноценное формирование легиона началось уже после смерти Шокая весной 1942 года. Немцы стремились использовать социально-политические и национальные противоречия между народами союза для разложения страны. И приказ о создании туркестанского, армянского, грузинского, кавказского, мусульманского легионов был подписан Гитлером 22 декабря 1941 года. Мустафа Шокай на тот момент уже находился в берлинской больнице. А через неделю, 27 декабря, то есть через 5 дней после подписания этого указа о создании туркестанского легиона, он умер. Он умер не на родной земле, поэтому и похоронен на Чужбине, здесь, на турецком кладбище в Берлине. По официальной версии, Мустафа Шокай скончался 27 декабря 1941 года от заражения крови на фоне развивающегося сыпного тифа, которым он якобы мог заразиться при посещении лагерей. Однако его супруга Мария Горина Шокай в своих воспоминаниях писала, что Мустафа уже переболел тифом в Туркестане, и у него был иммунитет. Она подозревала, что нацисты отравили Мустафу за отказ сотрудничать. Могила Шокая находится во дворе красивейшей мусульманской мечети. Здесь всегда читают намаз, ухаживают за кладбищем. Надпись на камне гласит «Здесь похоронен мой незабвенный муж Мустафа Шокай». Это означает, что похоронила Мустафу и установила этот камень его любимая женщина. Она сама организовала похороны по мусульманскому обычаю. Также провела в Париже 40 дней по нему в мусульманской мечети. Туда пригласила близких товарищей. Сама Мария Горина пережила мужа почти на 28 лет. Она покоится на православном кладбище Парижа. Так кем же был Мустафа Шокай для своего народа, для тюркского мира? И почему до сегодняшнего дня этот вопрос вызывает массу споров? Почему до сих пор находятся люди, называющие Шокая предателем родины? Это результат работы советской идеологии, которая после его эмиграции сразу же начала процесс дискредитации Мустафы. Впрочем, как и других деятелей партии Алаш. И чтобы внести раскол среди тюрков в гибели Шокая, заметьте, как бы косвенно обвинили узбекского деятеля Луали Каюма. Когда начался Нюрнбернский процесс, коммунисты даже попытались вовлечь туда имя Шокая, связать его с фашистами. Но им это не удалось, потому что официальные документы, в том числе отказ Шокая от сотрудничества, свидетельствовали о том, что никакого вреда человечеству и своим соотечественникам Шокая не нанес, и фашистам он не был. Сегодня, возрождая свои корни, возрождая имена, мы не должны забывать о Мустафе, настоящем патриоте, сердцем болевшем за родной народ. А чтобы глубже понять, о чем он мечтал, чего хотел, к чему стремился, не надо спорить, достаточно просто прикоснуться к его богатейшему наследию, к его многочисленным статьям, очеркам, книгам, письмам на самых разных языках, на казахском, русском, французском, английском. Даже хотя бы эту книжку прочитав, вряд ли у кого-то возникнет мысль, что вся его жизнь и борьба были напрасными. Я, кстати, хочу разыграть эту книгу среди своих подписчиков, подарю ее самому активному своему комментатору, сама его выберу среди вас и передам. Ну что ж, на этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Будем запускать «Маятник истории» вместе. С вами была Майя Бигбаева. Всем пока.